Сегодня у нас в гостях заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе ВРКБ Елена Зинатурина. Елена Валентиновна, добрый день. Добрый день. К сожалению, цифры статистики по коронавирусу не очень радужные. Постоянно растет число заболевших. Как у нас в муниципалитете обстоят дела? У нас ситуация эпидемиологическая такая же напряженная, как не только в Российской Федерации, но и у нас такая же напряженная ситуация. Сегодня число случаев зараженных коронавирусной инфекцией составляет по сегодняшний день более 3000 человек с начала пандемии, это еще с февраля месяца. За прошлую неделю было зарегистрировано 248 новых случаев, но сюда входят не только жители прописанные, которые у нас в Ленинском городском округе, но и те жители, которые у нас и проживают. И москвичи, и все жители из других областей, которых мы осматриваем, которым мы оказываем медицинскую помощь. Очень много заболевших, выявлено случаи заболевших среди детишек, которые посещают образовательные учреждения. Практически все школы города, во всех школах города видно, зарегистрированы были случаи ковида у детей. И у нас сегодня под наблюдением более 700 детей контактных наблюдаются по ковиду. Конечно, возросло число и вызовов на дом, в связи с тем, что идет и рост заболеваемости, как построреспираторная вирусная инфекция, потому что сейчас, сами понимаете, осень, сезонная заболеваемость растет, так и еще распространяется, конечно, коронавирус. И вызовов у нас даже за понедельник было более тысячи вызовов на дом. Поэтому нами были приняты меры, чтобы своевременно оказать эту помощь на дому, сократить амбулаторные приемы врачей, участковых терапевтов и вывести врачей на обслуживание на дом. Жители, конечно, все обеспокоены тем, что не понимают, ковид у них или просто острая респираторная вирусная инфекция. Но самое главное в нынешней ситуации тоже не паниковать, а знать симптомы этого коронавируса. Как может сам человек распознать, обычный у него ОРВИ или коронавирус? Значит, конечно, коронавирус и ОРВИ схожи между собой симптомами, но при коронавирусе все-таки очень высокая температура, лихорадка. И эта лихорадка выше 38, 38,5 до 39, даже 40. Она очень длительная, более 5, даже 6 дней, вот мы сейчас так наблюдаем. Очень сильная головная боль, слабость, то есть симптомы интоксикации более выражены, мышечная боль, кашель сухой и, конечно, одышка и боль в груди. Вот такие очень симптомы, это симптомы для вызова именно бригады неотложной медицинской помощи, потому что здесь нужно дифференцировать. Если при оказании медицинской помощи наши врачи видят или наши фельдшера отделения неотложной помощи видят, что сатурация очень низкая, имеется одышка больше 20, мы тогда госпитализируем этих пациентов в стационар. При все-таки острых респираторных вирусных инфекциях там все-таки температура несколько дней держится и как бы падает. Конечно, важен именно анамнез, собранная эпитанамнез. Если пациент приехал из-за границы, за рубежа, вот последние 14 дней и появились эти симптомы, которые я назвала, то это больше похоже на ковид. И если был тесный контакт с пациентом, с подтвержденным коронавирусом, у которых подтверждена лабораторная ковид-инфекция. Вот подошли, пожалуй, к самому главному вопросу. Вот человек почувствовал первые признаки, какие правильные действия, как ему нужно поступить в данной ситуации? Значит, как поступить в данную ситуацию, если у пациента все-таки высокая температура, она выше 38, нужно вызвать врача на дом. У нас работает телефон горячей линии, колл-центр, единый по больнице, которым можно позвонить и вызвать врача на дом по телефону 8-495-541-4001. И тогда уже бригада приезжает и оказывает медицинскую помощь. Если все-таки температура до 38, мы, конечно, так носим рекомендательный характер, и нету там одышки, нету боли в груди, в таких случаях может обратиться пациент в кабинет неотложной медицинской помощи, который находится в здании детской поликлиники, 10-й кабинет, левее от центрального входа, с торца здания отдельный вход в детской поликлинике. Это для взрослого населения. Также есть кабинет неотложной помощи и для детишек. Знаю, что с сегодняшнего дня начала свою работу и горячая линия показаний неотложной медицинской помощи. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Да, мы, проанализировав большой анализ, провели обращение со стороны жителей в чате, видном здоровье, и вообще, который поступает на бродел, и поняли, что именно необходимо для жителей оказать, так скажем, аудио, такую консультацию, именно показания неотложной медицинской помощи. Очень много вопросов задавалось по даже дозировкам препарата, как принимать, сколько принимать, нужно ли вызывать врача. И мы организовали именно телефон, значит, такую службу, горячая линия по неотложной медицинской помощи, где работает квалифицированный уже медицинский работник, а это фельдшер с образованием медицинским, и может дать квалифицированную медицинскую помощь. В какие часы работы можно позвонить? Значит, это будни с понедельника по пятницу с 10 до 16.00. Хорошо. С жителями, которые у нас зарегистрированы в Ленинском городском округе, все понятно. Как поступать людям, которые у нас проживают, но не зарегистрированы, или зарегистрированы в Москве, в других областях, как им поступить? Значит, мы по вообще, так как это неотложная медицинская помощь, все-таки жители вызывают все-таки с температурами, высокими температурами, это неотложная помощь. Никаким отказов в оказании медицинской помощи, даже тем, кто к нам не прикреплен, он не может быть. То есть мы всем оказываем медицинскую помощь, и прикрепленным, и неприкрепленным гражданам. Видновская районная клиническая больница вновь перепрофилирована под ковид. Сколько коек? Хватает ли их? Значит, в действительности, мы обратно перепрофилировались под ковид на 476 коек. Койки все, конечно, занимаются, ежедневно осуществляется выписка. Вот по 40-50 человек. Я слышала, что у нас открылись еще и легкие койки. Что это такое? Да, значит, это легкие койки. Туда поступают пациенты, которые не тяжелые, не требующие кислородной поддержки. Пациенты, которые тоже нужно лечить, снимать симптомы интоксикации, но у которых сатурация, то есть насчение кислорода в крови больше, допустим, 94. То есть не требует кислородной поддержки. Более, так скажем, с легким течением заболевания. Также туда будут поступать пациенты со стационар уже на долечивание, чтобы освобождать кислородные койки. Что ж, пожелаем нашим жителям не болеть, здоровья. Спасибо вам, что пришли. Да, хотелось бы, конечно, нашим жителям сказать, чтобы все равно соблюдали, мы очень просим соблюдать меры профилактики, все равно носить маски, обрабатывать руки, соблюдать эту дистанцию, чтобы не подцепить этот ковид, коронавирусную инфекцию. А так мы всегда с жителями и готовы всегда им все помочь. А я напомню, что у нас в гостях была заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе ВРКБ Елена Зинатулина. Спасибо. Спасибо.